Всем добрый день! Спасибо большое за приглашение организаторам. Классная возможность с кем-то повидаться, с кем-то познакомиться. Я, значит, тут представитель не самого праймованного направления, потому что я из соседней математики, занимаюсь я в основном динамическими системами. И, в общем, все, что будет происходить сегодня, да и завтра тоже, это такая попытка показать вам некоторый тизер и завлечь вас в нашу математику, рассказать, что люди, у которых есть уже какие-то сформированные алгебро-геометрические компетенции, могут очень успешно заниматься и пригождаться еще и своим товарищам в соседних направлениях, в частности, в динамических системах и в некоторых аспектах маломерной топологии. Доказательств будет крайне мало, если вообще будут, потому что, как бы, когда ты пытаешься показать тизер, то никому не хочется раскладывать какие-нибудь сложные конструкции технические, а хочется просто рассказывать, какие у нас есть задачки, какие есть вопросы, на какие вопросы у нас уже есть ответы, а на какие нет, всякое такое. Значит, план будет примерно такой, что сегодня я начну с самых первых шагов, то есть я расскажу, кто такие вот пространство Тейхмюллера и пространство модулей, и покажу, откуда в них естественным образом, с точки зрения, мне кажется, геометрической возникает динамика. Может быть, если останутся у нас силы, мы немножко поговорим как раз про инструменты для изучения этой динамики, в том числе про перекладывание отрезков. А завтра в центре внимания будет такой объект, как слоение абсолютных периодов. Буду рассказывать про него, расскажу, что за зверь, что мы про него знаем, и что происходит в этой науке прямо сейчас. Если у нас останутся силы и энтузиазм, я чуть-чуть расскажу про свои результаты тоже, а именно про совместную работу с Игорем Кричевером и Сергеем Константиновичем Ландо, про слоение вещественно-нормированных дифференциалов. Но это не точно, возможно, мы так и останемся в мире абелевых дифференциалов, и ни к каким другим дифференциалам в гости не пойдем. Значит, по правилам хорошего тона надо бы рассказать, где читать. Вот прям совсем такой набор, наверное, нигде, но содержание сегодняшней лекции изложено в нескольких местах одинаково хорошо. Значит, если хочется прям совсем формальной и от первой ступеньки, то есть отличные лекции Карлоса Маттеуса и Джованни Форни. Они гораздо больше, чем все, что я успею вам сегодня рассказать, потому что туда попадает не только история про пространство модулей, потоки-то их Мюллера и все такое, но еще и про жизнь вокруг метрики Вайля Петерсона. И это можно найти на архиве, у них немного совместных работ, курс лекций общий только один, поэтому вы не ошибетесь, если вобьете их имена. И второе, Жан-Кристоф Юкос, тоже выдающийся французский математик, автор большого количества разных статей, но мы будем иметь в виду его конкретную образовательную популяризационную деятельность. У него есть курс лекций про translation surfaces и всякие сопутствующие объекты, типа перекладывания отрезков. Они читались на летней школе в Пизе, и по объему они тоже больше, чем все, что я успею рассказать, но тем не менее они включают существенные куски того, о чем мы будем говорить. Это не подразумевает содержание завтрашней лекции, про нее я, соответственно, завтра скажу отдельно, потому что обычно слоение абсолютных периодов не попадает в скоп интересов тех, кто много говорит про пространство модулей. Ну, собственно, теперь надо уже что-нибудь, наверное, сказать по математике. Разогрев закончен. Давайте мы познакомимся с нашими основными объектами. Будем считать, что нам выдали компактную поверхность. Да, я знаю, что алгебраический геометр, сказали бы слово «кривая», но я не могу вытравить тополога из себя, поэтому смиритесь и терпите, что я буду называть это чаще поверхностью. Значит, мы ее зафиксируем. Да, значит, это у нас такая компактная поверхность. Рот ей положенный. Рот у нее будет, ну уж никак не меньше одного, а то неинтересно. И на ней будут структуры, превращающие ее в римминговую поверхность. То есть нам нужна комплексная структура. Она и допускается? Будем считать пока, что все компактное без края. Потом, если нужно будет, мы заведем. Значит, если у нас есть две римминговые структуры, М0 и М1, ну, предположим, что они не бигаломорфны. Ну, то есть, грубо говоря, что мы как-то можем их все-таки различить. И если они не бигаломорфны, то тогда это означает, что Никак не устроишь между ними красивого, комфортного отображения. Значит, поэтому у нас не существует никакого комфортного отображения, Которая бы переводила одну в другую. Ну, имеется в виду, что это голоморфная с ненулевым дифференциалом. Но, тем не менее, хочется уметь строить какое-нибудь отображение, Которое было бы настолько похоже на конформное, насколько это возможно. То есть, ну, прям совсем конформного мы не устроим, если они не совпадают, правильно? Но вот хочется попытаться произвести какое-нибудь дифференцируемое отображение Из одного в другой, из одной структуры в другую, Которое было бы настолько, насколько возможно, приближено к конформному. Ну, и если мы говорим настолько, насколько возможно, Хочется уметь померить это как-нибудь более формально. И, соответственно, люди научились измерять степень отличия от прекрасного конформного идеала. Идеала не в смысле алгебры, а в смысле философии. Значит, ну, как они этого добиваются? Давайте мы посмотрим на всю картинку локально. Вот тут вот заведем вокруг точки Х какие-нибудь локальные координаты. И будем с помощью отображения F отображать все это в F от X. И тут тоже положены нам какие-нибудь координаты. И дальше, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем посмотреть на вот такую величину. Сейчас я ее напишу, а потом расшифрую, кто это такой. F от X минус 1 минус K от F от X. И этот K – это, собственно, то, что мы там накопили в качестве искажения отличия от конформности. Частная производная по ДЗ, как она есть. Вот. И эта штука по-научному называется эксцентриситет. Вот. И его можно, значит, использовать для того, чтобы контролировать, насколько далеко мы ушли от сладкой конформной жизни. Ну, там в одном месте Z сопряженная, а в другом месте нет. А объект такой привод – это функция на дагазе или что? Ну, соответственно, это функция, которая зависит от точки и от нашего отображения, которое мы тестируем на то, насколько оно конформное или неконформное. Соответственно, когда это K удается как-нибудь загнать в какие-нибудь разумные границы, отображение называется квазиконформным. У К маленького геометрический смысл. Ну, вы можете себе представлять, что… Посмотреть, что происходит, когда мы рассматриваем отображение… Дифференциал этого отображения. Да, да, да. Если вы посмотрите на дифференциал, то, значит, он будет отображать там инфинитизимальные окружности в эллипсе. И вот насколько искривляется, это примерно… Он несет ответственность. Значит, это квазиконформное отображение. Тут… Ничего. Да, да, да. Если K большое, у нас удается чем-то ограничить. Значит, что такое… Я туплю, я ничего не знаю. Значит, казалось бы, это вообще-то, так сказать, неприемная функция на габбезе. Как она может быть? Ну, если она везде у вас оказывается ограничена, и удается устроить так, что эта функция будет ограничена. Ну, вот, у вас все и получится. Да, да, да. Вот. Вы для F зафиксировали, и после этого смотрите, как оно меняется. Вы же конкретное отображение хотите протестировать на его квазиконформность? Так вот, значит, это не так принципиально. Это просто некоторый договор о терминологии, но мы не будем сильно злоупотреблять словом квазиконформный. Но кто такие пространства модулей, кто такие пространства Тейхмюллера? Значит, и то, и другое – это что-то, что получается из множества всех риммоновых структур на поверхности. И, соответственно, мы только будем договариваться о том, какие две риммоновые структуры мы будем считать эквивалентными, какие точки будут склеиваться. Значит. Это не всегда так бывает. Зависит от степени уродства твоего. Да, да, от степени уродства функции F тоже зависит. Если F плохо себя ведет, то... Значит, давайте напишем, кто такое пространство модулей. Мы зафиксировали нашу поверхность, поэтому пространство модулей у нас будет M от S. Значит, это модуль... и T от S. Значит, это будет называться пространством модулей. Называется пространством Тейхмюллера. Значит, пространство Тейхмюллера – это... Давайте мы тут напишем. Вначале про пространство модулей, скажем, что это у нас множество структур риммоновых поверхностей, отфакторизованные по множеству конформных отображений. Вот оно, слово «модули» появляется тут, видимо, модул. Модул конформ... По множеству конформных отображений. Ну, то есть, это те, которые просто бегаломорфные. Да, как окажется. Ну, а вообще тупой, значит, смотрите, то есть, как бы у нас... Что на чем действует, собственно... Сейчас увидите, что на чем действует. Две секунды станет нагляднее. Мы разберем сейчас еще и пример, чтобы уж прям совсем было все видно. Ну, а пространство Тейхмюллера у нас получается, если мы те же самые возьмем риммоновую структуру, ну, структуру риммоновой поверхности, все расстракчиваем. И профакторизуем мы не по всем на свете конформным отображениям, а только по тем, которые изотопны значит, отображению так детственному. Значит, сейчас мы немножко обсудим, что у нас должно там получиться, но прежде чем мы это сделаем, мы зафиксируем свой объект. Значит, это у нас поверхность и голоморфная одинформа. Это риммонова структура. на компактной топологической поверхности рода G. Это у нас голоморфная одинформа. Соответственно, мы будем рассматривать, помимо вот этих вот персонажей, будем рассматривать еще и Тейхмюллерово пространство, абелевых дифференциалов. Это те, кто получается, если такие пары факторизовать по... Вот сейчас как раз мы заведем. Значит, кто такие дифференциалы с нулем? Это как раз и классы изотопий, значит, дефиоморфизмов нашей поверхности, которые сохраняют ориентацию. Говорят, что внизу ничего не видно на задних рядах, поэтому я сейчас еще раз скажу громко. Значит, у нас есть M, это вот эта структура риммоновой поверхности, а омега – это одинформа. А буква первого... Это L такая готическая, да. Вот. И, соответственно, значит, мы рассматриваем диффиоморфизмы нашей поверхности, рассматриваем компоненту связности этих диффиоморфизмов, которые ориентацию сохраняют и содержат тождественное отображение, то есть те, которые изотопны тождественным отображением. Это не альфа, это L. Альфа был бы хвост, короче. Это L такая готическая. Sorry. Мы L называем все такие пары. Да, L – это все такие пары, а среди них, значит, это у нас получается пара абелевых дифференциалов. А среди них мы рассматриваем пространство Тейхмюллера абелевых дифференциалов – это те, которые мы начинаем факторизовать. И пространство модулей тоже будет получаться факторизация. Тут писать уже негде, поэтому напишем здесь, чтобы сразу не стирать. А это пара времени, а это логическое пространство? А мы вот сейчас будем разбираться, как это вообще может быть устроено, и чем каждый из них хорош, а чем плох. Значит, пространство модулей тоже получается факторизацией, но факторизовать мы будем уже по немножко другому объекту. А именно мы будем рассматривать диффиоморфизмы нашей поверхности. С плюсом это значит, что мы хотим, чтобы они все время сохраняли ориентацию. И мы заведем вот такой вот гамма-жи. Это результат факторизации всех сохраняющих ориентацию диффиоморфизмов по тем, которые содержат неподвижное, ну, дождественное отображение. И тем самым, значит, оказывается, что для того, чтобы изучать вопрос о том, когда одну римную поверхность получается как-нибудь там продеформирует в другую римную поверхность, нам нужно уметь хорошо разбираться с тем, как устроены вот эти вот объекты. Вот это пространство модулей абелевых дифференциалов и Техмюллерово пространство. Значит, возвращаясь к вопросу, где они там все действуют, сейчас мы это обсудим быстро. Здесь у нас и вот эта группа, и сама гамма, они все действуют на множестве риммоновых поверхностей, и действуют они таким образом, что мы рассматриваем прекомпозицию с координатными отображениями. Ну, то есть на вот этих, на абелевых дифференциалов они действуют пуллбэком, а здесь они на самих поверхностях просто координаты. Давайте разберем пример, потому что, наверное, ничего не понятно. Вот. А это F-клазиконформно, это где итог привык, когда F-клазик нигде не ноль? Это похоже на правду, но требует некоторых размышлений на отсчет. Давайте мы пример разберем. Ну, как бы, когда там трудно, в топологии люди, они как рассуждают? Если что-то трудно, потому что рот большой, надо рот маленький сделать. Правильно? Ну, значит, давайте возьмем рот один. Будем жить в мире торов, или, как говорят геометры, эллиптических кривых. Значит, ну, там мы что знаем? Что вообще-то риммоновые поверхности рота один у нас хорошо униформизуются комплексной плоскостью. Правда? Получаются они как фактор С почему-нибудь. Поэтому можно вообще представлять, что у нас просто здесь есть какая-то решетка, и мы по ней С профакторизовали, и так родили свою поверхность. Значит, кто такая решетка? Решетка, в данном случае, она будет порождаться просто линейной комбинацией двух элементов с целыми коэффициентами. И если мы будем множить на обратные к этим элементам, единицы поделить на W1, единицы поделить на W2, то вот будем устраивать там всякие этот бигаломорфное отображение. У нас будет получаться между нашей решеткой и решеткой, которая будет в образе. Соответственно, можно считать, что мы все можем натянуть не на два вектора, а на один тут написать единичку, а тут еще что-нибудь. Значит, теперь мы хотим знать. Вот нам дали две разные решетки. Одна натянута на одно W, а другая натянута на W штрих. И мы хотим знать, как между ними бигаломорфизм устроен. И оказывается, что все это можно поднять до отображения просто на уровне самих комплексных плоскостей. Правда? Ну, будем поднимать, и там, значит, у нас автоморфизм будет. Ну, автоморфизм, он что? Он просто как линейное отображение выглядит. Но с другой стороны, значит, мы помним, что мы поднимали это отображение, которое у нас было на этом уровне, поэтому мы можем сказать, что должно выполняться условие. Для некоторых целых коэффициентов все вот эти маленькие греческие буквы, они целые. когда ты пытаешься писать поменьше, чтобы потом меньше его нужно было стирать с этой пластиковой доски, некоторые обозначения остаются не введенными. Значит, эти альфа, бета, гамма, дельта, а это все у нас целые числа. Ну, и теперь мы вспомним, что вообще наш f от z, он вот так вот выглядел, поэтому мы можем лихо заключить, что наш w' получался из исходной w с помощью штуки, которую мы давно изучали в комплексном анализе, называли дробно-линейным отображением, и все еще элементы целые там, коэффициенты. Поэтому это наводит нас на мысль, что мы знаем такую группу, которая нам позволяет вот что-то подобное делать, и она чем-то неуловимо похожа, становится на SL2z. А если мы еще вспомним, что для того, чтобы все были обратимые эти отображения, нужно добавить условия, чтобы у нас определитель соответствующей матрицы по модулю был равен единице, то тем самым у нас получится что? Что они у нас окажутся бигаломорфны, тогда и только тогда, когда наше w' из w будет получаться с помощью SL2z преобразования. Спустите, я не понимаю, откуда самые нижние два условия? Ну, смотрите, значит, мы вспоминаем, что наши вот это, вот это вот мы сказали, что это автоморфизм С, поэтому он так выглядит. А дальше мы вспомнили, что этот автоморфизм появился не сам по себе, а с помощью поднятия вот этих вот. Вот, поэтому нам нужно склеить. чтобы все поднялось как нужно. Вот, и поэтому мы заметили, что у нас эти w' и w должны быть друг с другом связаны с помощью SL2z преобразования. Значит, что нам это дает? У нас получается, что у нас есть знакомая нам давно H, которое мы изучали как раз на TFKP, а также когда мы знакомились там с какими-нибудь основами гиперболической геометрии. И мы можем на этой H подействовать группой SL2r. И что она будет делать? Она будет, если мы там выдадим ей, например, ну что такое тор для нас, это прямоугольничек, она станет его наклонять, правильно? Например, так, может, было не очень, ну каким-нибудь вот таким образом. Вот, могла бы даже и более радикальным, но примерно таким образом. И, значит, что у нас будет получаться? Давайте разберемся, что это с точки зрения точек вот этих пространств, с которыми мы так усердно знакомились. Значит, мы начали вот с такого тора. Дальше мы, соответственно, подействовали на нем представителям нашей матрицы. У нас немножко вся эта картинка окривела, но, тем не менее, идентификации остались прежними. Давайте мы его тут соединим. Скажем, что здесь будет вот так. И потом мы можем взять и вот это вот сюда переклеить, и у нас получится, соответственно, вот такая картинка. Опять будет такой, похожий на исходный прямоугольничек, но уже идентификации выглядит иначе. Это, что мы такое сделали? Это у нас был фактор по по И, а это у нас фактор по И плюс один. Если мы в качестве W и W штрих взяли И и И плюс один. Таким образом, у нас, значит, получается, что, если вы внимательно посмотрите, то действительно И и И плюс один, они друг из друга получаются с применением матрицы, у которой все коэффициенты будут страшно целочисленны. Правда? Ну, И плюс один у вас получится, если вы умножите на матрицу один-один, ноль-один. Поэтому, в соответствии с тем, что мы тут обсудили, с бигаломорфностью должно быть все хорошо. Тем самым, получается, что два таких тора, которые мы получали этими факторами, они с точки зрения устройства пространства модулей, вот того, представляют из себя одну и ту же точку. Но с другой стороны, если мы будем на это смотреть, как на точки в пространстве Тейхмюллера, то это будут разные точки, потому что у нас не очень все сложилось с изоморфностью неподвижного, ну, отображению тождественного. Правильно? Тем самым, значит, мы убедились, что наше пространство модулей это довольно обозримые объекты, когда мы будем... Ну, смотрите, потому что, если мы посмотрим на... Значит, почему одинаковые, что это одна и та же точка пространства модулей, понятно, да? Потому что мы смогли устроить этот... Вот. А вот, что касается того, что происходит в пространстве Тейхмюллера, значит, я напомню, что у нас матрица, которую мы получали W' из W в случае и плюс 1, это 1, 1, 0, 1. Ну вот. И получи... Это, значит, элементы SL2Z. Но это у нас никак не изоморфно тождественному отображению. Поэтому получить одно и то же с точки зрения пространства Тейхмюллера не получится. Значит, тем самым у нас получилось, что пространство Тейхмюллера для случая Торов, так давайте мы сюда вот это напишем, потом все-таки сотрем, как я не пытался избежать процедуры. придется это делать. у нас получается, что... Да, 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 да. Значит, что у нас получается, как у нас выглядят соответствующие отображения. Значит, у нас наше М1,1, она... мы поставим ей взаимооднозначное соответствие H фактор по SL2Z. Вот. А если мы будем смотреть на пространство Тейхмюллера, здесь только с самим H. Больше у нас по-другому не получится. Вот. вот. Ну, то есть, L2Z дискретная, поэтому... Угу. Угу. Да, но это важно, решетка же должна быть, поэтому должна быть дискретная подгруппа. Вот. Одна единичка это рот, а вторая M1, Ну, это мы здесь просто выбирали, какую мы хотим написать форму. Но это имеется в виду, что это у нас просто Тор. Давайте мы пойдем дальше и обсудим, собственно, какие задачи хочется решать. То есть пока что мы успели, мы завели какие-то определения ключевые, но поняли, что у нас есть два объекта в центре внимания, это пространство модулей и пространство Тайфмюллера, что эти объекты очень друг на друга похожи, потому что все они получаются из-за того, что мы рассматриваем множество римоновых поверхностей и почему-то там факторизуем. Но так как факторизуем мы по-разному, то объекты тоже получаются у нас довольно сильно отличающиеся друг от друга. А мы сейчас тоже и про это тоже мы поговорим. Сейчас чуть-чуть терпения, мы дойдем. Секунду, я интеллектуальную часть работы осуществлю. Значит, была обещана динамика. Сейчас мы дойдем до ответа на все заданные вопросы. Они естественным образом появятся. Но каким образом можно завести здесь динамику и зачем это делать? Ну, самый естественный динамический объект, с которым люди знакомятся обычно, это геодезический поток. Значит, я не буду подробно очень рассказывать, что это такое, но обычно, когда вы начинаете обсуждать гиперболические поверхности, то люди часто знают, что на них есть геодезические. И дальше, если вы начинаете двигаться вдоль этих самых геодезических, то вы задаете тем самым действие геодезического потока. И оказывается, значит, что геодезический поток на верхней полуплоскости, вот здесь вот, это как раз и будет такой baby model того, что мы будем называть потоком Тейхмюллера. Я дам определение. Для того, чтобы лучше понять, что у нас вот тут получилось в качестве фактора и как выглядит пространство модуля обелевых дифференциалов, мы посмотрим на фундаментальную область этого самого потенциального геодезического потока, который мы там запускаем. Он геодезический поток по отношению к гиперболической метрике, которая сидит на нашей поверхности. Значит, фундаментальная область выглядит вот таким образом. И, значит, после этого мы начинаем действовать группой SL2Z. Каждая орбита этого действия пересекает у нас F0, но внутренность F0, она может пересечь не более одного раза. Соответственно, F0 это кто такая? Это фундаментальная область. Да, значит, это фундаментальная область для действия SL2Z, потому что нам же хочется понять геометрически, как это выглядит, как мы можем это визуализировать. Вот кто такая у нас от пространства модулей. Соответственно, что мы можем сказать про эту фундаментальную область? То есть, если вы действуете SL2Z на вашем H, то обязательно вы попадете в эту область, но внутренних точек вы не будете касаться слишком часто. То есть, разные точки каждый раз по одному разу забегут в эту фундаментальную область вовнутрь. На границе там может происходить что-то более интересное. Значит, пресловутый поток Тейхмюллера, про который мы сказали, то есть геодезический поток на этом пространстве модулей, обычно на пространстве Тейхмюллера он выглядит очень скучно. Ничего интересного он там не делает. И у него какая-то совершенно тривиальная динамика. А интересная динамика у него случается только в пространствах модулей. И, собственно, это причина, по которой динамические люди испытывают теплые чувства к пространству модулей, без страшно входят в этот мир, который как бы устроен для них немножко непонятно, там слишком много геометрии. С другой стороны, если вы будете смотреть глазами геометра на это, то вам может, на первый взгляд, показаться, что пространство Тейхмюллера гораздо лучше, чем пространство модулей. Потому что, в принципе, ну что, они многообразие. Это легко довольно увидеть, что это комплексно-аналитические многообразия, даже в общем случае, не только в таком игрушечном. А вот что происходит, когда вы начинаете факторизовать, это уже совершенно непонятно. И долгие годы было неясно. Значит, давайте мы это зафиксируем, что пространство Тейхмюллера – это комплексно-аналитические многообразия. Так, это у нас... А вот пространство модулей, их геометрию очень долго люди не понимали. Да, да, верно. Ну, в общем смысле... Не для рода один, да. И не для привык, а для... Ну, вы рассматриваете поверхность рода Ж, вот. А у нас есть пространство, например, можно так и так и так и так? Не-не-не, мы говорим про пространство... Не, не надо ничего усложнять, только поверхность. Просто это верно не только, когда род один, вот что я имею в виду. Для большого рода это тоже правильно, ничего не изменится. А вот пространство модулей, они устроены гораздо хитрее. И на самом деле они являются арбифолдами. Ну, даже здесь уже видно. Вот. И для того, что они всегда арбифолды – это трудное утверждение. То есть это как бы априори ниоткуда не следует. И вот недавняя относительно работа формально на 2018 году вышла Алекса Эскина, Мария Мирзахани, а также Эскина, Мирзахани, Мухаммади. Она в том числе про то, как устроена классификация возможных форм этих самых пространств модулей. То есть какого типа арбифолды могут... Что это именно арбифолды, как они могут выглядеть, и в каком случае какой будет получаться. Но за это Филдсовскую медаль дали. Так что как бы это нелегкое утверждение. И тестировать их непросто. Значит, все ломается в нашем случае, вот даже в том игрушечном, который мы рассматривали. Ну вот когда мы рассматриваем точку И в качестве значения этого W, мы уже видели, что это нехорошая точка. Там возникают какие-то каспо-подобные проблемы. И это может быть непросто. Да, там есть нехорошая точка. И вообще точки, которые выглядят как ПИ разделить там на какое-то число, вот они часто плохо себя ведут. И чем у нас рот больше, тем больше у нас проблемных точек. И, в общем, для того, чтобы научиться разбираться с геометрией этого, потребовалось использовать инструменты отнюдь не только алгеброгеометрические, и даже не только из эргодической теории вот этих вот потоков. Они тоже понадобились, о которых мы будем еще говорить. Но потребовалось на самом деле привлекать однородную динамику. И то, что это так сильно опирается на однородную динамику, то есть на устройство динамических, на динамический взгляд на действия групп. И подгрупп в группах Ли. Вот. Из-за этого я не буду подробно ничего рассказывать про теорему Эскина Мирзахани Мухаммади, потому что тогда мне пришлось бы рассказать много про теоремы Ратнер. Без них как бы нет интуиции и не чувствуешь, что конкретно они доказали. Ну, а это не поместь. Это больше этого. Там указано, какие меры могут быть на этих орбифолдах. То есть как бы как на самом деле с точки зрения теории меры эти орбифолды устроены. Как могут выглядеть эти меры, и сколько каких, и так далее. Они гораздо больше информации дают. Но просто чтобы доказать, что это именно орбифолды, это нужно что-то про группу знать. Да, нужно знать. Это все равно трудно, да. Вот это они именно сделали. Они это сделали, но это был байпродакт. Они сразу получили намного больше. И, соответственно, польза от их теоремы не только в том, что мы удовлетворили свое любопытство и узнали, что это орбифолд. Они дали возможность там как бы что-то считать руками. Если у нас останется время, я покажу, какого типа утверждения можно доказывать с их помощью. Но просто как бы у меня была мысль пойти в эту сторону, но это трудно, потому что тогда нам нужно вначале узнать все, что люди узнали к моменту их прихода уже. Ну вот там про всякий мир. Там и это есть. И анализ очень крутой. Ну то есть как бы нужен бэкграунд очень сильный, но нам может не хватить. А что вы думаете на то, что эти бэкграунты появляются? Нет, нет. Там просто как бы даже для того, чтобы понять формулировку, нужно еще иметь некоторый бэкграунд из мира того, как решетки в группах Ли устроены, и как может выглядеть динамика, когда мы действуем какой-нибудь подгруппой, внутри этой группы, вот это все. Какие именно модули пространства? Ну это вот, которые, собственно, пространство модулей, когда мы риманого поверхности профакторизовали по действию вот этой вот группы. Ну это нетривиально, потому что непонятно, какое конкретное устройство вокруг КАСПа, потому что группа большая. Ну да, да, но там не видно, что вокруг КАСП происходит, действуешь, а группа большая, и там может накапливаться. Ну не совсем, нет. Ну так, чтобы этим можно было как-то пользоваться, точно нет. Значит, давайте расскажем теперь, собственно, меня спрашивали, а вот возвращаясь к абелевым дифференциалам. Давайте мы к ним вернемся и немножко отойдем от таких абстрактных структур. Я знаю, что алгебраическим геометрам обычно нравятся абстрактные структуры, но нам тяжело это дается. Поэтому мы любим так, чтобы можно было все нарисовать. И сейчас мы будем рисовать, будем рисовать. Это те, кто называют очень плоские поверхности в народе, по-английски они называются translation surfaces. Значит, абелевые дифференциалы и эти самые surfaces. Кто это такие? Это станет сразу сильно нагляднее. Вам не кажется, что у нас так и не работает кондиционер? Кажется. Translational surfaces по-английски. По-русски это с легкой руки Антона Зорича часто называют очень плоскими поверхностями, ну или поверхностями сдвига, можно это тоже назвать. А как это с плоскими поверхностями связано? Это с плоскими поверхностями весьма связано. Мы сейчас увидим, как именно. Значит, все очень просто. Выдали нам пару, как мы договаривались. И, значит, так как это у нас один форма, то у нее есть некоторое количество особенностей. Будем ее нули, назовем буковкой сигма. А именно такая, может, она структура? Да, это у нас риманная поверхность, вот структура риманной поверхности, и это один форма. Значит, это у нас будет множество ее нулей. И рассмотрим точку, которая этому множеству не принадлежит. То есть с точки зрения один формы ведет себя хорошо. Давайте, наверное, это можно перевернуть. Все запомнили, как зовут великих людей, у которых это написано гораздо лучше. И мы сможем тут тогда рисовать дальше. Это что? Это множество нулей этой формы. Вот. И, значит, мы возьмем, рассмотрим эту точку P, которая является вполне обычной, и вокруг этой точки P нарисуем ее окрестность. Ну и договоримся, чтобы в эту окрестность нули не попадали. Ну, у нас один форма приличная, у нее конечное множество нулей, поэтому не так уж и трудно у любой точки найти окрестность без них. Вот. Давайте считать, что они не пересекаются. Теперь, значит, будем рассматривать отображение. Из этой окрестности в множество комплексных чисел отображение будет построено проще некуда. Мы интегрировать будем форму. Значит, это хорошо определенное отображение, потому что у нас все-таки Абелев дифференциал. Значит, это Абелев дифференциал не просто один форма, а такие замкнутые один форма, значит. И поэтому этот интеграл от пути, выбора пути зависеть не будет. Можем так делать. И тогда мы можем рассмотреть такую семью. У нас будет, у каждой окрестности будет такое отображение. Получается, что мы завели целый атлас, покрыли свою поверхность. Значит, мы покрыли таким атласом. И причем этот атлас, так как мы вдали от особых точек, он вполне согласуется со структурой римановой поверхности. Никаких противоречий тут нет. Теперь, значит, что мы можем? Мы можем рассмотреть пуш-форвард. Не знаю, как это правильно сказать по-русски. Ну, как сказать, когда пытаешься что-то сказать по-другому, то больше вызываешь вопросов, чем если все осуждают тебя за убожество твоего русского языка. Поэтому мы будем рассматривать пуш-форвард. Ну, видимо, да. Но, в общем, мы это можем рассмотреть. Мы уже давно определили нам язык. Фуллбэк – это оттяг, а пуш-форд – это вдвиг. Вдвиг. Вот, ну, в общем, делая вот это, мы можем определить, значит, такую форму и заметить, что так как если мы будем расписывать этот интеграл, то мы можем взять какую-нибудь промежуточную точку Q и интегрировать вначале от Q до X, а потом от P до Q. Окрестность, маленькая просто окрестность. Локально завели вот такие координаты. И посадили атлас. Он везде есть, кроме вот этого множества особых точек, потому что, ну, с ними мы не знаем пока что делать. Вот. Не хотим пока. И мы можем заметить, что если мы будем рассматривать комбинацию, если мы покрыли двумя такими окрестностями какую-нибудь одну точку, ну, так это... Тем не менее, замена координат вполне себе линейной. И эта константа – это, собственно, то, что получится, если проинтегрировать это вот Q у меня, проинтегрировать от P до Q, вернее, от Q до P, нашу эту, в омегу. И это от Z никак зависеть не будет. Поэтому, если воспользоваться, кажется, это теоремой Риммана про устранение особенностей, то можно атлас, который мы постелили тут, поднять до атласа на всей поверхности M. И тем самым, что у нас будет получаться? У нас будет получаться такая симпатичная поверхность, на которой у нас везде вот этот пуш-форвард пресловутый вдвиг нашей этой омегы будет выглядеть как DZ, и только вокруг особых точек будет происходить что-то менее впечатляющее, а именно там будет появляться голоморфная форма, которая будет выглядеть как Z в степени KDZ, где K – это степень нуля для один формы. Значит, возвращаясь к вопросу, плоские ли поверхности. Вот видите, за счет того, что мы обсудили, что… Мы будем жить в мире абелевых дифференциалов, они лишатся полюсов, у них их нет. А как это степень нуля кого? Степень нуля один формы. Ну вот, у нас была один формы, вот тут жила один форма, омега. Мы вначале жили, убрали все ее нули и стали рассматривать только те точки, которые не нули. Завели там локальные координаты в окрестностях этих точек. Они вели себя очень хорошо, и даже при замене получалось линейное отображение все от того, что жизнь очень плоская, когда мы вдалеке от особых точек. А потом нам Риммон говорит, ну знаете, если у вас есть только конечное множество особенностей, и вот у вас есть атлас, который везде хорош, кроме этого конечного множества особенностей, то вообще-то можно поднять и устроить атлас на всей вашей поверхности. Но только у вас кругом была прям совсем форма ДЗ, вот на этих неособых точках. А тут так не получится. Но все-таки надо платить за то, что у формы есть нули. Это стоит чего-то. Ну как бы теорема Гаусса-Банне не разрешает нам класть плоские метрики на поверхности, у которых какой-нибудь существенный род. Поэтому нужно как-то все-таки где-то заплатить за это. И вот платить мы будем в окрестностях особых точек, и в окрестностях этих особых точек, рассказывает нам Римман, у вас будет ваша соответствующая форма выглядеть как Z в степени KDZ, и степень будет зависеть от того, насколько глобальный у вас там ноль. Так вот, значит... Должно быть K. Должно быть K. Сейчас. Ну, потому что у вас DZ, когда нуля нет, у вас просто DZ. Значит, если ноль появляется, то должно быть ZDZ, ну и так далее. Поэтому K, все правильно. Вот. Ну это, собственно, да. Как мы форму вперед переносим? В смысле... У нас в одну сторону есть, в другую. Ну, да, да. Это просто максимально тупо все происходит. Значит, теперь получается, что если у нас была такая пара, то можно вот так определить, значит, создать соответствующую структуру. И это, собственно, то, что называется вот этой поверхностью сдвига. Она же очень плоская поверхность, она же translation surface. Но в обратную сторону тоже правда. Значит, слово translation возникает из-за того, что верно вот это вот, что когда мы переходим от одного атласа к другому, у нас на самом деле это просто превращается в сдвиг. Ну вот, translation surface, это, соответственно, вот такая пара задает у нас поверхность, на которой задана вот эта вот структура. То есть вот поверхность. И на поверхность с атласом это... Да, это translation surface. С другой стороны, если вам уже дали translation surface... Саша, но все-таки ответ – это разветвленное накрытие нашей поверхности. В смысле, почему разветвленное накрытие? Ну, определение такое. Что происходит? Что происходит? Ну, это... Значит, по translation surface мы будем понимать пару поверхность плюс один форма и задавать локальные координаты вот таким образом. То есть пары? Угу, да. Вот. Ну и наоборот, если вам уже дали какую-нибудь поверхность и на ней задали отображение вот такое вот, то вы можете дальше построить по нему, найти соответствующий абелев дифференциал. Поэтому верному более или менее вот такое утверждение, что у нас есть множество абелевых дифференциалов на компактной риммановой поверхности. Ну, и это можно, значит, канонически идентифицировать с множеством этих самых translation surface. То есть это такие... Это максимальное семейство, значит, этих атласов на поверхности таких, что замена координат выглядит как... Вне конечного множества точек выглядит как вот такое линейное отображение. Значит, чем это нам хорошо? Зачем мы это сделали? Что нам масштабливый дифференциал был приятнее определять? Мы говорим, что у нас есть взаимооднозначное соответствие между абелевыми дифференциалами и вот... И вот... И вот... И вот... И вот... И вот... Но, казалось бы, абелевые поверхности, они все-таки сдаются вот нашей структурой и вот этой омегой. А здесь у нас как бы появляется атлас. И атлас дает нам... Нет, мы рассматриваем это как максимальное семейство атласов, которые согласованы с риммановой структурой на поверхности, таких, что переход от одного атласа к другому линейный. Да. То есть, разнообразная сверхность, это именно максимальное. Да. Вот. А, Григорий, у меня надо брать с конечным количеством нулей? Да, да, да. Мы рассматриваем всегда и один форму с конечным количеством нулей. И здесь, когда мы говорим, что мы рассматриваем эту самую поверхность, то у нас атлас задан везде, кроме конечного числа точек, возможно. Значит, зачем мы это сделали? Ну, мы это сделали потому, что оказывается, что очень удобно визуализировать эти поверхности. Намного удобнее, чем... Мы смотрим по предложению. Ну, предложение просто утверждает, что их можно канонически идентифицировать. Множество вот этих поверхностей, translation surfaces, которые мы понимаем, как поверхность с максимальным атласом, обладающим вот этими характеристиками. И множество абелевых дифференциалов на компактной риммановой поверхности рода не меньше одного. Что это одно и то же. Да, да, что это одно и то же. Значит, давайте мы разберем примеры, как увидеть структуру этой самой translation surface. Ну, наш любимый пример – это тор, потому что это как бы проще некуда, вот, и нам нравится. Поэтому давайте, значит, мы вспомним, что тор мы получали, когда факторизовали по решетке. Опять вынем из небытия эту решетку и, значит, скажем, что можно на эту штуку посадить абелев дифференциал DZ. Значит, это что у нас означает? Давайте мы нарисуем. Вот у нас тут ноль, тут один, это два, и мы склеиваем, как обычно. Но что эти приклейки означают на самом деле? Это как раз и означает, что мы просто добиваемся своего с двигами на W1 и на W2. Теперь вопрос, окей, про тор понятно. Вот понятно, откуда там вообще структура очень плоской поверхности, да? Но вы взяли прямоугольничек, и давайте, вот, на нем плоская метрика. Теперь будем склеивать, вот. А что будет происходить? Как вообще увидеть, что такое translation surface? В более хитрой ситуации хочется рот побольше иногда иметь. Но мы будем клеить это из многоугольников. Значит, многоугольники должны быть симпатичными для того, чтобы у нас получалось из них что-то склеить. Есть такая великая книжка Вильяма Терстена про трехмерную топологию. И в ней есть очень много всяких способов, как склеить поверхность из многоугольников. Это одна из моих самых любимых книжек по математике. Я всем рекомендую развивать воображение, глядя в том числе на эти картинки. Но мы пойдем более простым путем. Мы будем брать только такие многоугольники, у которых четное число сторон и стороны попарно параллельны. То есть мы пойдем, например, вот так вот, скажем. Вот у нас будут четыре стороны. А теперь давайте мы нарисуем здесь то же самое, но немножко в другом порядке. Значит, это у нас раз, два, три, четыре. Здесь у нас вот эта будет сторона параллельная вот этой. Дальше у нас будет сторона параллельная вот этой. Дальше сторона параллельная вот этой. И дальше сторона параллельная вот этой. Ну, вроде более-менее похоже, да, что они как-то параллельны. Давайте мы на них поставим точки. Нам все-таки столько маркеров дали. вот эти будут друг с другом эти будут друг с другом а эти будут тоже вместе и еще есть вот такие вот во многоугольник у него стороны все как я обещал да четное количество сторон у каждой стороны есть пара которая ей параллель и будем пытаться понять что за поверхность мы из этого многоугольника можем склеить то что это будет translation surface я надеюсь что это более менее понятно вот она плоская метрика вот мы специально добивались того чтобы они там были параллельны чтобы они еще одинаковой длины вот это они должны быть одинаковые специально этого добивались для того чтобы было видно что переходы соответствующие будут заданы с двигами как мы хотели что построили давайте смотреть какой же у нас получится в итоге рот этой поверхности и что мы можем сказать про количество особенностей с особенностями разобраться очень быстро можно смотрите вот дать начнем вот с этой точке да мы сделаем стороны направленными так нам будет проще вот значит у нас будет все это идти сюда значит вот это был начало вот этой стороны значит ее нужно приклеить к началу вот той стороны это она же конец вот вот такой вот с двумя черточками она же начала вот такой с тремя . она же конец с одной черточкой она же совпадает вот с этим ну и соответственно вот с этим и того все наши особенности склеиваются в одну точку понятно да у нас получается что вершина всего одна теперь значит не так уж и сложно увидеть что из этой штуки у нас получится поверхность рода 2 и при этом наша единственная особенность но нас учили гаусс и боне да что можно сосчитать какой там будет угловой дефект и из этого получить значит тем самым у нас получается что наш единственный но будет тоже 2 порядка кругом одни двойки только 0 1 понятно вот и значит для чего мы проделали это нехитрое упражнение для того чтобы убедиться что теперь вместо того чтобы думать о трудных абелевых дифференциалах которые такие вот абстрактные мы можем мы договорились это одно и то же поэтому мы можем подменить все это изучение вот таких поверхностей максимально наглядных прям как в средней школе который мы клеим из многоугольника а такие в свою очередь поверхность тесно связано с еще одним объектом которые очень неравнодушны математики в динамических системах а именно мы любим играть на бильярде это не значит что мы хорошо играем я не буду с вами играть показывать здесь но тем не менее нам это нравится и особенно некоторым категории математиков нравится играть на бильярдах в рациональных многоугольниках и там возникают весьма похожие картинки значит откуда они берутся кто такие рациональные многоугольники давайте тоже немножко скажу значит речь идет вот о чем во первых что такое играть на бильярде да мы рассматриваем какой-то стол мы есть открытый бильярд но мы будем рассматривать только бильярды на столах внутри замкнутых кривых некоторым людям нравится когда кривые гладкие но у нас с вами это будет максимально просто стол будет почти как настоящий многоугольник для тех кто значит любит настоящий бильярд это как раз наш канонический пример стором будет здесь актуален но а вот ну не знаю насколько много сложнее то есть там тоже есть нерешенная задача там гипотеза бергов значит с углами есть действительно некоторая неопределенность что делать если там лузы или нет и как вообще с этим жить но мы не будем об этом сильно пока переживать пока мне надо просто объяснить почему эти штуки связаны с этими и поэтому в этот момент нас особые траектории которые в углы забежали волнует в меньшей степени давайте будем пытаться понять что тут происходит мы запускаем наш белье шарик он летит и при ударе о границу это у нас абсолютно упругий удар соответственно выполняется закон геометрической оптики и этот отражается траектория значит как его рода вопросы мучают людей но самый простой самый известный вопрос это вопрос о существовании периодической траектории как известно даже в треугольнике если треугольник не является тупоугольным эта задача не решена предполагается что есть но неизвестно самый лучший результат это про треугольник с углом по не превышающим 106 градусов потому что это нам кле ассистент пруф пэт хупер ричард шварц вот значит каждый там три года у меня появляется студент который говорит что сейчас он напишет софт лучше и поднимет 106 до 107 пока никто ничего не поднял но они сами в боях подняли от 100 до 106 и уже так что может когда-нибудь мы и дожмем на целых почти 180 но наш путь наш тернист зато когда углы у многоугольника это рациональные числа умножить на пи нам живется гораздо лучше и в частности мы умеем отвечать на вопрос о существовании периодической траектории а еще мы умеем отвечать не просто такой вопрос а мы можем доказывать что периодические траектории не просто есть они всюду плотны и еще мы даже умеем считать асимптотически сколько у нас периодических траекторий разной длины и в целом очень образованные продвинутые ребята а почему мы такие талантливые когда у нас эти углы рациональные а потому что на самом деле это один и тот же объект становится когда углы рациональный в каком смысле это происходит но вот каток и земляков которые ходили в математические кружки знали что есть такой прием который в пятом классе проходит называется развертка и они догадались что вместо того чтобы смотреть за этой траектории внутри своего стола каким бы симпатичным он не был лучше траекторию всегда держать прямолинейный а стол отражать иначе как это будет выглядеть ну давайте на квадратики нарисуем не будем себе льстить что сейчас получится красиво для какого сложного многоугольника вот она идет наш траектории мы взяли отразили стол она опять идет мы опять отразили стол ну и так далее но с квадратом значит это довольно просто или с прямоугольником потому что когда вы отражаете у вас очень быстро получается то увидеть а вот если многоугольник имел вершин побольше то вам пришлось бы подождать до момента когда у вас получилось бы параллельно перенесенная версия исходного многоугольника и постепенно вы бы свели задачу к тому что у вас получается очень хитрый многоугольник но обладающий вот таким свойством что у него есть пары параллельных сторон и вместо того чтобы обсуждать как устроена динамика траектории соответствующего шарика вы можете обсуждать как у вас устроена была бы динамика слоя слоение на вот такой вот поверхности слоение за 1 формой линейный какой-то ну типа dz вот с точностью до замены координат ну и тем самым получается что если мы умеем что это разобраться с тем как у нас устроены абелевы дифференциалы или если угодно как устроена translation surfaces вот эти то мы можем найти очень много ответов на вопросы которые мучают людей в контексте поведения бильярдных траекторий в частности вот все доказательства утверждения о том что периодические траектории не просто есть они всюду плотны но при этом множество направлений задающих их имеет меру ну и типичная траектория не периодическая наоборот всюду плотно плотная все эти доказательства используют вот эту дихотомию которую мы сейчас более или менее с вами рассмотрели я может быть немножко на следующей лекции про на 2 проект порассказываю поподробнее потому что там как раз то можно будет доказать вполне элементарно а значит когда мы говорим о том что у людей что-то получилось доказать в этом контексте почти всегда оказывается что для того чтобы этого успеха добиться они прибегли к рассмотрению объекта который называется перекладывание отрезков по-русски а по-английски называются interval exchange transformation значит это очень простой объект а потом чуть-чуть расскажу про историю она забавная значит речь идет о том что у вас есть отрезок действительной оси но давайте для удобства считать полу интервала то как настоящий алгебраический геометр и вы будете заботиться об особых точках этого отображения меня не волнует не так сильно сейчас я разделю его на кусочки кому каждый раз давайте считать что в каждом кусочки например левый конец включен правый нет и потом эти кусочки перемешаю что это означает то другими словами означает что у нас есть линейное отображение отрезка в себя которая на каждом отрезке непрерывности является простой сохраняющей ориентацию изометрии ну или хотите сдвигом значит до разрывная кусочные непрерывные точки разрыва это вот эти вот особые точки значит оказывается что и хотите ли вы рассмотреть вот эту вот поверхность с имеющейся на ней один формы и определенной этой один формой слоением или вам нравится играть на бильярдах в рациональных многоугольниках во всех этих случаях если вы выберете трансверсаль и будете смотреть на отображение первого возвращения на это трансверсаль а она ей положено возвращаться так завещал по анкаре потеряем по анкаре возвращение так вот значит теорема панкаре возвращение это почти как закон в израиле праве на возвращение значит там почти все могут сделать почти все точки будут возвращаться на трансверсаль и оказывается что отображение первого возвращения всегда будет выглядеть вот так и тем самым вместо того чтобы изучать такие трудные объекты все-таки мы кэш уже от обильных дифференциалов пришли к чему-то наглядному но все еще не простому для нас можно достаточно часто найти ответы на мучащие нас вопросы изучив эргадические свойства вот такого вот элементарного совершенно как который есть кусочное линейное отображение отрезков себя но смотря что тебе нравится если ты играешь бильярд то у тебя отображение первого возвращения бильярдного потока на трансверсаль то есть ты запускаешь берешь трансверсаль запускаешь сразу из всех точек параллельно шарики они очень маленькие летят друг с другом не сталкиваются вот и ты смотришь когда у тебя шарик будет возвращаться на твой трансверсаль но на трансверсаль по отношению границы к направлению шарика то есть ты билл стараешься выбрать все в самом общем положении особенно критично с направлением шарика потому что даже с границей там ну в простых случаях это не критично и у тебя что будет происходить если ты запускаешь например ну даже представим в прямоугольничке вот это слегка визуализировать давайте мы совсем просто будем прям с границы запускать на направлении в общем положении вот он пошел сюда отец его тоже туда же и так далее все они шли вместе до тех пор пока они не ударились вот в эту вершину а вот те кто ударился вот в эту вершину они их последователи они будут уже ударяться вот в эту сторону и соответственно дальше переходить сюда и биться вот здесь вот вот получается перекладывание двух отрезков тем самым если у нас столик похитрее то там конечно это может быть не настолько мгновенный результат но тем не менее все равно получится перекладывание отрезков бесконечного числа не будет будет конечное число но тем не менее значит ну их может быть достаточно много мы сейчас обсудим насколько много значит перекладывание отрезков они вы родились в советском союзе в 60-е годы но кто конкретно их изобрел сказать сложно потому что это спор сразу нескольких великих математиков дело в том что с одной стороны появилась работа владимира арнольда в которой он пытался обобщить и визуализировать это обобщение поворота окружности ну вот если вы будете при представлять поворот окружности у вас получится перекладывание двух отрезков арнольд описал перекладывание трех это не сильно сложнее чем дух и оказывается в общем во многих контекстах похоже но тем не менее вот объект появился нет не только в углах но в углах поэт при при перед самих углах это как бы счетное количество траекторий мы можем их игнорировать но важно что когда мы ударились в угол все кто были слева жили одной жизнью а те кто живут справа от этого момента они зажили другой жизнью и это будет принципиально другое устройство траектории после этого соответственно для чего нам нужно перекладывание отрезков оказывается что если мы хорошо понимаем как устроены орбиты перекладывания с точки зрения эргодической теории с точки зрения но имеется ввиду там частоты возвращения куда-то и так далее мы можем то же самое знание перенести ну с некоторыми поправками на исходный бильярд или если угодно говорить про абелевые дифференциалы то у вас абелевые дифференциалы определяют слоение на поверхности и вы можете то же самое говорить про слои слоения их эргодические свойства оказываются очень хорошо описываются с помощью свойств орбит перекладывания отрезков так вот параллельно с тем как арнольд обобщал поворот окружности примерно в это же время оселедец который тогда был студентом синая написал работу в которой он рассматривал уже произвольное количество отрезков и его мотивация как раз проистекала из того что они в это время познакомились с работами терства на об измеримых слоениях на поверхностях и хотели как то вот в такую топологическую сторону приобщиться а параллельно каток со степиным играли в бильярды и у них тоже получилось открыть перекладывали отрезков но технически видимо все таки первым было селедец вот во всей обществе дать определение но какая-то в общем витала у них воздухе такая атмосфера которая приближала их появлению этого объекта и значит вот эти самые перекладывания отрезков оказывается они не только позволяют описать уже имеющиеся вот тут динамические системы каким-то простым способом но и годятся для того чтобы с их помощью порождать translation surfaces на ну значит изя в обратную сторону как это выглядит значит для того чтобы задать перекладывание отрезков нужно договориться о двух вещах во первых нужно договориться в каком порядке отрезки будут встречаться наверху и внизу а во вторых нужно сказать какой длины будут соответствующие отрезки правильно и вот первую часть называемую комбинаторной составляющей мы будем кодировать с помощью перестановки а вторую часть значит это метрическая составляющая это будут длины ну они уж какие есть так вот что можно делать вот предположим что вы мне дали перекладывание отрезков написали какую-то перестановку и одно там длины тоже повесили я могу тогда набрать векторов количество их должно совпадать с количеством отрезков вашем перекладывание отрезков я сделаю так чтобы горизонтальные компоненты этих векторов имели те длины как мы любим а вертикальный я буду варьировать так чтобы мне было удобно я сейчас объясню в чем стоит состоять мое удобство у нас всегда сохранением ориентации но здесь вот например у нас мы за номеруем отрезки 1 2 3 3 2 вот и даете мне перестановку 1 2 3 3 2 1 нет он не переворачивает все сохранением ориентации если он начнет переворачиваться это будет другой объект перекладывание отрезков с липами и в нем будет совершенно другая динамика более хитро вот это тоже интересно но не имеет отношения к сюжету про пространство модулей там алгебраическую геометрию понимаем гораздо так вот в этой ситуации вы даете перестановку ну например вот говорите вот тебе перестановка 1 2 3 3 2 1 я беру три вектора так чтобы их горизонтальные составляющие вот совпадали с длинными которые вы мне выдали а вертикальные я буду варьировать ну например вот таким образом вот нет это может не самое удачное сейчас давайте будет вот так вот у меня 3 этих вектора и я пишу 1 2 3 а дальше я беру эти же векторы и их приделываю с другого конца 3 2 1 и я варьирую вертикальные составляющие так чтобы круг замкнулся и мы попали получили многоугольник вертикальные я подберу как мне нравится а горизонтальные будут вот такие а внизу взяли 3 2 1 и что у нас получилось у нас получилось как поверхность а вот мой с это как раз вопроса выбор вертикальных составляющих этих векторов я выберу их так чтобы подгоню их чтобы у меня получилось замкнуть но мне неудобно было так рисовать до 3 потому что получался мне бы не хотелось чтобы это была сама замкнутая ломана и пересекающийся я хочу чтобы многоугольник получился там есть была очень большая конечно мы выбираем сами значит смотрите мы договорились что горизонтальные составляющие совпадали а вертикальный мы подгоним так как хотим я могу так подогнать что у меня получится вот такой многоугольник и тогда это будет та самая картинка которой мы уже привыкли потому что вот они попарно параллельно это шедни и те же векторы я каждый использовал два раза я могу из этого склеивать поверхность на этой по выбор некоторые свободы есть и тут есть вопрос о том насколько сильно влияет тот факт как я выбираю вертикальные составляющие влияет ли это на то какая поверхность получится это некий дискуссионный вопрос но тем не менее то что пока значит наша задача о чем договориться и осознать что если нам дали перекладывание по нему можно построить translation surface вот по тем принципам которые у нас были и наоборот если был translation surface то отображение первого возвращения даст нам перекладывание тем самым мы получили все для того же мира еще одно описание и значит можно показать я это сделаю наверно следующей лекции можно показать что это описание тоже эквивалентное то есть мы стартовали сабелевых дифференциалов только формы только хардкор потом мы научились строить рисовать многоугольнички а потом пришли вообще в мир который граничит просто ну с каким-то элементарным анализом и комбинаторикой научившись рисовать эти самые перекладывания отрезков и значит теперь что мы имеем какие у нас задачи стоит перед нами но глобально мы хотим отвечать на несколько разных вопросов во первых мы хотели бы разобраться с устройств с динамикой геодезического потока в наших пространствах модулей потому что это позволит нам в том числе лучше понять с одной стороны сами пространство модулей а с другой стороны ну как бы чем они там могут отличаться и так далее с другой стороны мы бы хотели отвечать вопросы из серии про периодические орбиты и опять же трактовать от с точки зрения геометрии тех самых пространств модуля которых мы говорили то есть может быть у каких-то понятных динамических характеристик есть явные геометрические интерпретации и так далее и значит оказывается что для того чтобы на эти вопросы отвечают но знаете когда вот люди там мы заходят в мир динамических систем они начинают делать утверждение типа того что почти всегда верно то-то и то-то вот почти все в траектории возвращаются мы уже ссылались на план каре например а оказывается что очень неудобно это делать если у вас нету меры вот иногда мера просто есть она вам дана от природы вот в мире перекладывания отрезков жизнь устроена очень симпатично потому что есть мера которая сохраняет это отображение от меры ли бега благо длин все сохраняются при сдвигах вот а тем не менее хочется например говорит что почти все по отношению мере там строго эргодично или строго эргодично значит что у них ровно одна эргодическая мера и так далее в общем хочется делать какие-то заявления про меру и в пространство модулей тоже хочется поселить меру но мы с вами обсудили что они геометрически то непонятно кто арби фолды какие то а уж тем более если вы пытаетесь сходу как-то посмотреть на эти их характеристики то вы увидите что они не очень удобные для изучения пространство модулей потому что они слишком большие любую естественную меру которую вы попытаетесь туда запихнуть у нее будет видны и недостатки потому что но бесконечного объема будут они в общем с какими-то естественными кандидатами на меру некомфортно жить слишком огромные будут они и и поэтому для того чтобы эту проблему победить мы проделаем такое упражнение мы разделим во первых поделим на кусочки эти пространство модулей рассмотрим стратификацию что значит кусочки это значит что мы будем договариваться рассматривать только такие значит один формы не все на свете один форма будем говорить что будем рассматривать management 1 форма и мы говорим 1 0 второго порядка 3 простых нуля вот такие 1 формы и там следующий раз будем рассматривать 1 0 2 порядка 4 простых нуля но и так далее с мы будем предписывать один форме какие у нее должны быть особенности. И когда мы будем фиксировать вот этот вот набор, сколько у нее, каких особенностей, мы будем говорить, что задан страт в нашем пространстве модулей. И изучать мы будем уже не все пространства модулей, а только их страты. И вторая хитрость, которую мы осуществим, мы будем пытаться договариваться, чтобы рассматривать некоторую нормированную версию. То есть мы будем рассматривать поверхности, которые имеют площадь, в смысле нашей одинформы. Один, то есть интеграл от этой одинформы, внешнее произведение с ее сопряженной, нормированной, должен быть равен какой-нибудь константе. Так мы будем бороться с тем, чтобы они слишком разбухали и становились бесконечными, конечности добиваться. И, собственно, задачи у нас будет две. Во-первых, нам нужно будет понять, как устроена геометрия стратов этих пространств модулей, то есть как устроены на их связанные компоненты, насколько большие эти связанные компоненты, много ли их. А то, может, там все связано, нам повезет. А во-вторых, мы будем пытаться отвечать на вопросы про динамику, вот так вот зажав себя вот в эти кусочки, с астратом и с дополнительной нормировкой, чтобы туда будем пытаться поселить хорошую меру и уже для этой меры отвечать на вопросы по динамике. Я сейчас напишу формальное утверждение, как выглядит, сколько бывает компонентов связности у соответствующих стратов, ну, просто, чтобы вы себе представляли, как выглядит это утверждение. А дальше, наверное, мы на этом закончим, потому что вблизится обед, и все будут огорчены, если я продержу вас в этой жаре, не дав вам время дойти до столовой. Значит, давайте соберемся с силами и обсудим все-таки, что означает соответствующие компоненты, как могут выглядеть соответствующие компоненты стратов. Но я доверяю вам самим расписать случаи, когда у вас очень маленький рот, потому что, часто говоря, ну, даже если взять наш дорогой Тор, ну, туда довольно трудно посадить один форму с какими-нибудь хитрыми особенностями. Поэтому, чем больше рот, да, Катя? А, да. Чем больше рот, ты призываешь бога вентиляции. Ну, я боюсь, что единственное решение это просто сейчас быстро написать теорему Концевича Зорича и всех выпустить. Значит, чем больше рот, тем больше разнообразия, как могут выглядеть особенности. И тут нам на помощь приходят результаты Максима Концевича и Антона Зорича, которые расписали, что может вообще получаться. Значит, самый маленький страт 2G-2, у них имеет три связанные компоненты. Можно еще раз сказать? Да, сейчас скажу. Значит, ну, имеется в виду, что мы обсуждаем, сколько каких особенностей, значит, это у нас все... особенность одна, порядка 2G-2. Маленький он в смысле того, что только одна бедная особенность. Вот, и она кратная очень. Это у нас... А может, это была... Уже не полплоскость? Нет, она толстая была такая, с жирным этим, с палкой второй. Вот так. А это без палок. Это у нас, значит, что у нас форма с одним нулем. Да, да, с одним нулем. Да. Это пространство модуля абелевых дифференциалов. Вот. И когда мы пишем 2G-2, мы имеем в виду, что 0 всего 1, но он очень кратный. Теперь, значит, бывает 0,2, и у них одинаковая кратность. Ну, такое может иногда быть. Вот. Опять 3 будет компоненты связанности. Теперь бывает еще, что нулей больше, но они все... Они все не... Все разные кратности. Не так. Случай отличный вот от этого. То есть нет такого, что они совпадают. Но, тем не менее, кратность четная у каждого нуля. Если это так, то тогда у нас 2 компоненты связанности. Теперь, значит, все остальные просто связаны. 2 Л, то есть они четные, но не распадаются на 2 одинаковой кратности. То есть не 2 двойных нуля, а вот... Вот этот случай не совпадает вот с этим. Если это такой случай, который не такой, но, тем не менее, они все четные, то 2. В остальных случаях все связано. Значит, в малых родах у нас H2 и H1-1, они просто... Дополнение к жаре, теперь мой ребенок играет на скрипке. Все удовольствия в одном. Значит, теперь бывает H4 еще и H2-2. У этих по 2. И остальные вроде 3, они все связаны. Вот. Значит, ну, никакого смысла такого, что сейчас мы тут быстро докажем эту теорему, это утверждение не несет. Мы не будем этого сейчас делать. Но мне хотелось просто вам показать, какого типа вопросы в том числе могут тут возникать. И что на самом деле устройство, с одной стороны, не очень хитрое, ну, не так уж и много этих связанных компонентов. Но, с другой стороны, оно может сильно довольно различаться в зависимости от того, как устроены особенности вашей одинформы. Вот. Значит, ну, тизер на следующую лекцию. Что я обязуюсь сделать? Я обязуюсь еще рассказать про то, как устроена динамика в пространствах модулей немножко. Что за потоки, да, определить их формально, потому что до сих пор мы все время говорили это слово, но не было никаких определений. Они будут. И, значит, связать это с ослоениями абсолютных периодов. И, кроме того, я немножко расскажу про перекладывание отрезков, что мы про их устройство знаем, и как, что это означает с точки зрения соответствующей динамики для наших пространств модулей и потоков в них. Все. Всем большое спасибо. Надеюсь, никому не стало плохо. Спасибо.